Евгения Усипова сыграла уже больше 60 ролей в кино и сериалах, но её визитной карточкой сегодня остаётся роль Екатерины Матвеевой из сериала «Доярка из Хацапетовки». Евгения Усипова и помог поступить в театральный сам Сергей Безруков, а вот Александр Ширвиндт уволил актрису из театра «Сатиры». Но ей удалось не сломаться и всё же достичь своей мечты. Евгения Усипова при этом никогда не забывает, откуда она родом и гордится не только своей карьерой. Женя родилась в Туле и всегда любила свой город, даже когда актриса уже прославилась, она всегда с теплотой говорила о месте, где родилась и выросла. Детство Евгении было счастливым, родители девочку очень любили, но ей было всего девять, когда не стала папы. Без него семье пришлось сложно, денег отчаянно не хватало. Женя с детства занималась танцами и спортом, посещала школу моделей. Уже во время обучения её фотографии попались на глаза представителям столичного модельного агентства и с ней заключили первый контракт. Потом её пригласили во Францию в модельное агентство «Катрин». Однажды, возвращаясь домой, Женя решила поймать попутную машину и по стечению обстоятельств в восстановившейся перед ней иномарке сидел Сергей Безруков. Актёр, слушая, как общается юная попутчица, вдруг сказал, что ей надо в театральный. Он даже взялся дать ей несколько уроков для поступления. Евгения Осипова решила рискнуть и с первой же попытки поступила в ГИТИС. Девушка училась старательно, правда студентам без связи и родственникам из мира кино приходилось не слишком сладко. Провинциалы довольствовались небольшими сценами и второстепенными ролями, а главное получали – дети актёров. При этом Евгения Осипова никогда не унывала. Она уже в годы обучения начала сниматься в кино, правда это были только эпизоды. Уже после получения диплома её приняли в труппу театра сатиры, но продержалась она там не слишком долго. Из театра её уволили по просьбе руководителя курса Бориса Морозова. Он позвонил Александру Ширвинту и посетовал, что не гоже брать на работу провинциалок, когда дети актёров до сих пор не нашли себе места ни в одном столичном театре. И Александр Ширвинт пошёл педагогу из ГИТИСа навстречу. Но Евгения Осипова даже после этого не сломалась. Раз не сложилась с театром, она стала больше внимания уделять кино. Ходила на кастинги, посещала всевозможные агентства по подбору актёров и продолжала сниматься. И удача ей всё же улыбнулась. На роль в сериале «Доярка из Хацапетовки» искали новое лицо, а в героине явно должны были просматриваться провинциальные черты. После выхода сериала на экран она проснулась знаменитой, а после снималась ещё в продолжениях полюбившегося зрителям фильма. При этом ей удалось не стать заложницей одной роли. Спустя год после выхода на экраны картины Евгения Осипова снималась в мистическом сериале «Башня», где познакомилась со своим будущим мужем, оператором Анатолием Симченко. У пары родились двое детей – Максим и София. Однако счастье семьи не было безоблачным. Два года назад супруги узнали о серьёзной болезни сына – сахарный диабет первого типа. Актриса признавалась в соцсети. Принятие диагноза давалось ей тяжело. Это был самый тяжёлый период её жизни. В прошлом году Евгения Осипова неожиданно для многих, спустя 11 лет брака, рассталась с мужем. Блондинка недолго оставалась одна. Актрису вскоре заметили в компании статного красавца по имени Андрей. Как оказалось, жених моложе знаменитости на 18 лет. Актриса уже познакомила любимого мужчину со своими детьми. Случались в жизни Осипова и скандалы. Например, 5 лет назад актрису избил муж подруги. По одной из версий за то, что Осипова заступилась за пьяную приятельницу. В итоге актрису госпитализировали в одной из столичных клиник с многочисленными ушибами, синяками и ссадинами. Актриса искренне считает, что несмотря на профессию и постоянное проживание чужих судеб, самое главное в жизни – всегда оставаться собой. А ещё очень важно уметь мечтать, никогда не останавливаться на достигнутом и стремиться к лучшему всегда и во всём.